А вот давайте с вами представим, что блокчейн победил, и не осталось больше фиатной экономики. Остались только блокчейны, децентрализованные под контролем сообществ, и блокчейны, централизованные под контролем государств. Эпидемии и войны заставили людей все больше уходить в цифровое пространство и все больше использовать цифровые валюты. И вот теперь государства хотят не регулировать криптовалюту, а хотят создавать свои собственные криптовалюты, свои централизованные блокчейны, в которых все будет под контролем. И, конечно, с точки зрения государства использовать блокчейн достаточно выгодно. Грубо говоря, вилкой, конечно, можно тыкать в глаз, но вилка не создана для того, чтобы ей тыкать в глаз. Вилка создана для того, чтобы ей кушать. Каким образом государства могут использовать блокчейн в своих интересах? Ну, во-первых, они могут избавиться от налички, потому что наличка, грубо говоря, неконтролируемая. С одной стороны, мы, простые граждане, никак не контролируем, сколько этих бумажек будет напечатано, кто печатает эти бумажки, в каких объемах и как часто эти бумажки изымаются из оборота. С другой стороны, государство не в состоянии контролировать передачу налички из одних рук в другие руки. И для государства это является проблемой, потому что они заинтересованы в контроле экономического взаимодействия между людьми. Наверное, государство является самым реакционным институтом, которое когда-либо создавало человечество. Государство, как институт, всегда только реагирует. Государство никогда не является двигателем прогресса. Государство всегда пытается делать что-то после того, как уже все произошло. Они хотят регулировать криптовалюты тогда, когда регулировать криптовалюты невозможно. Теперь они хотят создавать свои криптовалюты, когда все уже давно создали свои криптовалюты. И в общем, все их попытки это не что иное, как ради безопасности детей взять и оградить детскую площадку забором. Грубо говоря, сделать детскую площадку внутри тюрьмы. Вот приблизительно точно так же закончатся все попытки государства создать свою криптовалюту. Но вообще все действия государств, как правило, происходят по воле народа. Точнее так, государства говорят, что они действуют по воле народа, даже если это не воля народа. Но благодаря цифрофизации и созданию цифровых сообществ мы получили прекрасный опыт волеизъявления. Мы познакомились с реальными моделями, когда сообщество реально что-то хочет, и сообщество может добиться своей цели, даже будучи абсолютно распределенным. То есть участники сообщества могут находиться абсолютно в разных точках планеты Земля, но при этом принимать общие решения, которые будут удовлетворять потребностям сообщества. И это открывает перед нами возможность создания реальных цифровых государств. И тут перед нами встает вопрос, насколько государство в классическом его понимании будет считаться с волей нас, новых граждан, новых цифровых государств. Что будет, если я откажусь от гражданства любой из существующих стран и начну самоидентифицировать себя как гражданина ВЭП-3 государства, которое не находится ни под чьей юрисдикцией из существующих стран? Ну, если я один буду так делать, меня, скорее всего, посадят в тюрьму. Но вот если так будут делать миллион, пять миллионов или десять миллионов, с этим придется считаться. А пользователей криптовалюты становится все больше и больше. И более того, если мы сейчас возьмем и возьмем капитализацию России и разделим эту капитализацию на количество жителей России, окажется, что каждый житель России стоит приблизительно тысячу долларов. В то же самое время, если мы возьмем Японию и разделим общую капитализацию Японии на всех жителей Японии, мы получим, что средняя капитализация каждого японца приблизительно 70 тысяч долларов. Но вы понимаете, что любой из блокчейнов, я говорю о нормальных блокчейнах, а не спекуляциях, если разделить капитализацию блокчейна на его участников, окажется куда выгоднее, чем большинство существующих стран в этом мире. Самое интересное, что цифровые формы самоуправления освободят нас от всяких дурацких выборов. Мы перестанем видеть эти дурацкие морды на плакатах. Какие-то непонятные пиджаки требуют их выбирать, чтобы говорить нам, сообществу, что делать. А зачем они нам нужны? Как будто мы, сообщество, сами не в состоянии принять решение, которое будет в наших интересах. Конечно, раньше без интернета, без блокчейна нам сложно было договориться вместе. В материальном мире, если в одном месте соберется 30 людей, им очень сложно принимать решение. Нужен какой-то модератор или фасилитатор, который будет говорить, говорим по руке, говорим по очереди. А в цифровых сообществах мы можем собирать тысячи и десятки тысяч людей в одном месте, и при этом диалог будет конструктивный, и люди будут говорить, не перебивая друг друга. И есть все инструменты для того, чтобы действительно сделать такие встречи конструктивными, из которых сообщество вынесет правильные решения, которые будут нацелены на достижение интересов сообщества, а не на достижение интересов каких-то пиджаков, которые требуют выбрать их, чтобы нами управлять. Многие говорят, что крипте необходима массовая адаптация. Но чем дальше мы развиваемся в крипте, тем мы больше осознаем, что это не нам, криптонам, нужна массовая адаптация, это им, не криптонам, нужно адаптироваться к крипте. Проблема того, что мы якобы не можем купить за крипту чашечку кофе, состоит не в том, что крипта не массово адаптирована, а состоит в том, что, как правило, продавец этого кофе не понимает, в чем смысл крипты и в чем ценность крипты, и продолжает верить, что какая-то раскрашенная бумажка является чем-то ценным. Но в тот момент, когда государство отменит налик, они его отменят, в гадалки не ходи, все эти продавцы кофе будут прекрасно принимать крипту. Более того, если мы посмотрим на страны, в которых экономика не так уж и сильна, в них уже легко можно купить чашечку кофе за крипту. И не только чашечку кофе за крипту. Люди, которые живут в странах, где их деньги ничего не стоят, прекрасно принимают крипту. Но в странах, где фиатная экономика сильна, и где люди не встречаются с тем, что их нефиатные фантики обесцениваются за сутки, там, конечно, крипту еще не все готовы принимать. Но не потому, что они не готовы принимать крипту как средство, потому что они не знают о том, что крипта существует, они не знают о том, как работает блокчейн, они насмотрелись дядек в пиджаках, который обещает им тысячу иксов, и говорят, да крипта это все пирамида. Но как только человек начинает понимать ценность криптовалюты и ценность блокчейна как технологии, они прекрасно начинают принимать крипту ко плате, используют криптовалюты для личного расчета, для того, чтобы брать и сдавать в аренду недвижимость. В общем, как только человек узнает о том, что такое крипта по-настоящему, а не с рассказов пиджаков, человек начинает использовать крипту. И никакая массовая адаптация нам не нужна. Нам нужно просвещение. Вместо того, чтобы сидеть и ждать масс адобшина, вы уже сегодня можете помочь своим родным и близким установить криптокошелек, перекинуть им туда немножечко крипты, ведь в тот момент, когда у человека появляется крипта, человек начинает интересоваться криптой. Когда человек не интересуется криптой? Тогда, когда у него нету крипты. Но стоит человеку завладеть хоть небольшим количеством криптовалюты, и человек начинает изучать ту криптовалюту, которой он владеет. Поэтому не сидите на месте. Внесите свой вклад в просвещение. Сами принимайте крипту к оплате. Предлагайте другим принимать крипту к оплате. Сделайте крипту частью не только своей жизни, но и частью жизни людей, которые вас окружают. В конце концов, если вы считаете, что невозможность купить чашечку кофе за крипту – это проблема, откройте свою кофейню и продавайте кофе за крипту. И вы будете именно тем, кто сломает этот дурацкий предрассудок о том, что якобы за крипту нельзя купить кофе. Подписывайтесь на канал Фарклок, чтобы быть в курсе, когда в вашем городе появится кофейня за крипту. А я пойду и займусь криптопросвещением. Субтитры создавал DimaTorzok